МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Баку – государство, совершившее геноцид. Призыв Института Лемкина – КОН. В Турции самый высокий уровень тюремных заключений. На Южном Кавказе – самый низкий в Восточной Армении. Отчет Совета Европы. Баку продолжает фальсифицировать. В Тальне открылся памятник-монумент, увайковечивающий память легендарного Макартыча Арутюняна Мегро. 20 скрипачей из 13 стран на 20-м международном конкурсе имени Хачатуряна. Спустя 15 лет сборная Восточной Армении по хоккею вновь примет участие в чемпионате мира. 5 июня на онлайн-платформе Skype состоялось очередное заседание Национального собрания Западной Армении. Со вступительной речью выступил председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, представив принятый в результате обсуждения в ООН договор, касающийся вопросов интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний, основанных на принципах государства и коренного населения. На заседании присутствовала также президент Республики Западной Армении Лития Маркосян. Президент также говорила о договоре, поприветствовав присутствующих за внесение важнейшего документа на обсуждение общего заседания Национального собрания. Участники заседания обсудили текущие вопросы повестки дня. Институт Лемкина по предотвращению геноцида выступает против решения ООН о проведении 29-го ежегодного саммита ООН по изменению климата в Баку. Баку – государство, совершившее геноцид. В настоящее время он незаконно удерживает около 300 армян и отказывается освободить их, в том числе 8 членов избранной власти Арцаха. Некоторые задержанные подвергались пыткам. Международное сообщество должно отвергнуть геноцид и его идеологии и прекратить им поддержку. Напомним, в ноябре этого года в Баку запланирована 29-я конференция ООН по изменению климата. Согласно предварительной договоренности, он должен был принять Восточную Армению. Но в конце 2023 года администрации, руководители Восточной Армении и Баку объявили, что Ереван уступает заявку Баку на проведение конференции. Согласно тому же соглашению, в Восточной Армении были возвращены 32 армянских военнопленных, а Баку – два азербайджанских нарушителя границы, один из которых был обвинен в убийстве охранника Зангизурского комбината. Согласно отчету Совета Европы, странами с самым высоким уровнем тюремного заключения являются Турция, Грузия, Баку, Республика Молдова, Венгрия, Польша, Словакия, Албания, Чехия, Литва и Латвия. Ежегодно исследование SPACE проводится университетом Лозаны для Совета Европы. В исследовании содержится информация тюремных администраций стран-членов Совета Европы. Согласно отчету, в Восточной Армении самый низкий уровень тюремного заключения на Южном Кавказе. Показатель Грузии по количеству заключенных составляет 256, Баку – 244, Восточной Армении – 79. В докладе, в частности, отмечается, переполненность тюрем в Европе остается серьезной и постоянной проблемой. В репортаже Бакинского телеканала АЗТВ отмечается, что якобы армянская страна разрушила гробницу в Иванянии, нанеся большой ущерб гробницам и археологическим материалам. Также говорится, что якобы армяне повредили мусульманскую гробницу, сорвав облицовочные камни. Команда «Монумент ВОЧ» напоминает Баку. В советские годы рядом с гробницей находилось бакинское поселение. На этих территориях жители занимались сельским хозяйством, забирали с территории камней для строительства своих домов, из-за чего и был нанесен значительный ущерб. Нанесен ущерб и аэропорту, построенному в советские годы бакинскими властями. Что касается исламской гробницы, то последняя давно не имеет облицовочных камней. В годы независимости гробница была включена в список историко-культурных памятников Арцаха. Охранялась государством, оставаясь в том же довоенном состоянии. На центральной части улицы Макартыча Арутюняна в Таллине состоялась торжественная церемония открытия монумента Макартычу Арутюняну Мегро, разведчику, посмертному кавалеру орденов боевой крест первой степени и почетного служащего военной разведки. Макартыч Арутюнян вошел в число лучших командиров новейшей истории. Торжественную церемонию открытия мемориала провели отец, супруга и дочери Макартыча Арутюняна. Духовенство совершило обряд освещения мемориала, прозвучала всеобщая молебень по Макартычу Арутюняну и других мучениках. Макартыч – защитник этой земли, нации и этих горных камней. Подобно им он противостоит всем посягательствам. Представляя значение мемориала, отметил командир воинской части специального назначения вооруженных сил Восточной Армении полковник Аргишти Вартанян. Макартыч Арутюнян – участник четырехдневной войны. С первого дня активно участвовал в 44-дневной войне 2020 года, сражаясь на передовой в самых горячих точках. В 2022 году батальон Арутюняна участвовал в сентябрьских боях в Ишханасаре, успешно выполняя спецзадачи. Погиб 11 апреля 2023 года при выполнении специального задания возле села Тех. Вечная слава павшим бою героям! Наследие Арама Хачатуряна бессмертно. Оно объединяет нас, что особенно важно в эти трудные для всех нас дни. Об этом заявила директор Дома музея Арама Хачатуряна Армине Григориан, отдав дань уважения памяти Арама Хачатуряна в пантеоне имени Комитаса. Исполняется 121 год со дня рождения Арама Хачатуряна. В день рождения стартует 20-й международный конкурс имени Хачатуряна. Концерт этого года пройдет в профессиональной категории скрипка. Право на участие получили 20 скрипачей из 13 стран. Галла-концерт состоится 13 июня. Будут объявлены победители конкурса, после чего состоится церемония награждения. Сборная Восточной Армении по хоккей примет участие в Чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает Федерация Хоккея Восточной Армении. Участие в сборной подтверждено на Конгрессе Международной Федерации Хоккея. В последний раз сборная Восточной Армении участвовала в турнире 3-го дивизиона в 2010 году. Спустя 15 лет это историческое событие для нашей сборной. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok